Всем привет, друзья! С вами Сергей Куваев. Сегодня третий день моей недели влогов. Я, честно говоря, хотел начинать каждый день с одного и того же места, то есть из своей квартиры. Но у меня это не получилось сделать, потому что я сегодня тупо не успел. То есть я чуть не опоздал на свою примерку, потому что я вчера тупо не смог, не успел демонтировать вчерашнее видео. Короче, в общем, все закрутилось за одно, за другое зацепилось. То есть я только закончил примерку, и сейчас передо мной были 4 японские школьницы также, да, то есть актрисы, точнее, на роль японских школьниц. И я вот как раз написал в комментарии к предыдущему видео о том, что я думаю, как-то они очень хорошо как-то выглядят прям, что-то они мне прям нравятся. Я что-то насторожился, потому что, знаете, японским школьницам им обычно, старшеклассницам им, когда они уже выпускаются, им уже около 18 лет, а так им где-то 17-16 в среднем. И я что-то подумал, блин, мне уже 33 будет в этом году, да, точнее уже через месяц. Я уже даже напрягся, но потом выяснилось, что им всем больше 20 лет, одной даже 23, прикинь. То есть, видите, как бывает, берут сниматься фильмы уже взрослых девушек. Ни одному мне, наверное, эти школьницы понравились, потому что моя примерка должна была начаться в 2 часа, она началась только в 2.20. Именно из-за этих школьниц. Сейчас я нахожусь в студии Тохо, постпродакшн-центра, видите, написано. Я был в продакшн-центре. Кстати, на этой студии снимают не только фильмы, но также большие рекламы с большими бюджетами, потому что здесь очень много павильонов. Я даже не знаю, сколько раз я приходил на эту студию уже работать за свои 7 лет жизни в Японии, за свою карьеру актерскую, я не знаю, раз, наверное, 100. Я здесь точно уже был, то есть практически каждый уголок знаю. Но что хотел сказать, что вот поснимать здесь практически никогда нельзя. То есть всегда тебе говорят, да это даже не только здесь, а вообще на любой работе, связанной с моими съемками, всегда практически запрещено. В первую очередь тебе даже дают бумажку такую специальную, которую ты должен подписать, а не разглашение, что ты не имеешь права вообще никаких деталей разглашать о том, что было там. Да, ну на фильмах, конечно, такого нет, но вот если дело касается рекламы, тогда все очень строго. То есть ты можешь быть там этим врагом номер один, если ты что-нибудь напишешь или расскажешь, или запостишь куда-нибудь фоточку. Именно японцы изобрели камеру в мобильном телефоне. То есть в смартфонах у нас сейчас есть камеры благодаря японцам. Но, несмотря на это, именно в японских смартфонах до сих пор не убран щелчок при съемке. То есть обязательно сигнал звуковой, очень громкий, появляется, когда ты делаешь фотографии. То есть это сделано для того, чтобы никто не смог фотографировать тайно или скрытно, чтобы когда ты делаешь фоточку, чтобы ты сразу... О, он сфотографировал. Что это он такой сделал? Только не меня ли он, случайно, сфотографировал, да? Если это же тупо. Придя в студию Тохо, конечно, нельзя не сфотографироваться с Годзиллой. Смотрите, какая классная. Семь самураев. Здешний райончик, конечно, напоминает Голливуд. Хотя я там никогда не был, но здесь тоже очень дорого. Не хватает еще, конечно, какой-нибудь надписи, тоже классный. Какой-нибудь Japan Wood или что-нибудь в этом духе, да? Болливуд уже есть уже. Нужно еще что-то японское придумать. Но вообще здесь, конечно, очень дорогая земля, дорогие дома. Элита только живет совершенно. Нету многоквартирных домов, только элита. Редактор субтитров А.Семкин Виктор вдохновился моим примером похода в кино. Его, наверное, покоробило то, что он до сих пор Логан не посмотрел. Он теперь решил завтра уже идти сразу на Стражи Галактики Вторых. Это как ты сказал? Это лучшее что? Кино это ультимативный способ провести время с девушкой, потому что ты не несешь ответственность за качество развлечений. Кино несет ответственность. Я вот с этим кардинально не согласен. Я считаю, что это ты выбираешь кино, как бы фильм. Поэтому, если он будет скучный и девушка там заскучает, то... Да, ты с девушкой идешь, что девушка выбирает кино. Ты как бы спрашиваешь, что ты хочешь посмотреть? А, говорит, там это, это или это. Там, ну, как бы ты думаешь, до кино что-нибудь запланировать, и после кино что-нибудь планировать. Здесь пойдем и дальше. Нет, я все-таки, я считаю, что в нашем современном мире, когда жизнь скоротечна, когда мало времени, когда всегда времени не хватает, нужно максимально, как бы, с пользой, использовать каждый час. Короче, Сергей один ходит в кино, и это реально, это очень крипово, я считаю. Да, да, я всегда хожу лично один в кино, практически. То есть 80% случаев я всегда хожу один. У меня такая привычка уже сформировалась еще, когда только в России снова кинотеатры начали появляться. На утренние сеансы я всегда ходил. Вчера я был на Логане, на этом вечерний сеанс, в пятницу в 5.30, и народа вообще не было. Зал был заполнен процентов на 10, наверное, всего лишь. Или около того. То есть вообще шикарно. Она сказала, да, она сказала, что, типа, среди нас сейчас находится много инфлюенсеров, да, как она сказала, типа, новых инстаграмеров, там, и так далее. И типа, что вот, не обращайте внимания на негативные комментарии, видим, я тоже через это проходила. Типа, ну она как-то странно это сказала. То есть представьте, что вы плывете в море негатива. То есть как бы априори ты уже находишься в море негатива, что ли? Да, так вот я хотел сказать, что одно дело, как бы, любить музыку, музыканта, а другое дело слушать его какой-то треп вообще левый. Кстати, да, согласен. То есть ты вроде как наслаждаешься песней, а потом он начинает нести какую-то чушь. Ты такой, блин, почему вот я теперь знаю больше о тебе? Ну и как раз сейчас с Виктором обсуждаем японский местный гламур. Негодуем по поводу него. Да. Да, действительно, в последнее время что-то зачастили ходить вот на эти вечеринки. А прикинь, Юрий каждый день ходит. Да, и меня реально запаривало, реально. Я в последнее время что-то как-то совсем уже не хочу даже туда идти. Он тебя боится, он тебя боится. Сегодня прочитал у знакомого чувака на фейсбуке. На родину, короче, ездил. Чувак. И он написал о том, как у него бомбит. Давай, давай. Ну смотри, если ты будешь держать, это уже получится репортаж какой-то. Да. То есть, а не влог. Ты смеяешь разницу? А вот, смотри, тоже влогер какой-то. Смотри, влогер, здорово. Смотри, влогер, здорово. Друзья, мы не можем, мы не можем, мы можем. Здорово. Эй. Мы не можем, мы можем, мы можем. Здорово. Сегодня на примерке, как раз мне, кстати, дали сценарий. Уже, Виктор с ним уже знакомится с этим. Нельзя на самом деле показывать. Сценарий, это вообще очень такая вещь. К ней надо очень трепетно относиться. То есть, это, как называется, классифай. Это для «Тетради смерти», когда я снимался, у меня был сценарий «Тетради смерти». А потом, во, если такую тему в сеть слить, я думаю, она очень будет, но... Собирает много лайков, да? Там, причем, сценарий такой был, он как раз был сделан, типа, ну, в виде «Тетради смерти». Это нужно лайв спойлерить в Инстаграм сразу. Да, да, сразу постраничному. Типа, короче, вот этот умрет, этот умрет, в общем. Дают на руки сразу весь сценарий, несмотря на то, что у тебя даже маленькая какая-то сцена там. И не бояться этого риска, что кто-то может действительно выложить куда-нибудь в Инстаграм или в Интернет слить. Надо было взять такси. Я включаю у себя на мобилевый навигатор. Ну, и я вижу, как по навигатору ехать. И он у себя настраивает место там, навигатор. Его навигатор показывает, это же прям такой крюк. А я говорю, давайте, типа, чувак направо, и вот по этой доре там, да, там, номер, типа, этого, трассы. А, о, хорошо. И такой, типа, если могут накинуть, то будут кидать. Ну, они туповатые бывают. То есть, может, они, конечно, прикидываются тупыми, чтобы тебя кинуть. Но они, деды, как мы видим, сколько, по 75-80 лет уже этим таксистом, как правило, японским. Поэтому, ну, естественно, они хотят денежку лишнюю подзаработать. Ну, это естественно. Это да. Но они зато, если спалятся, допустим, если он там, это, точный адрес сразу не сможет найти, и будет, допустим, кружить, пару кругов сделает, то он потом бабло вернет. Ну, то есть, он это, он посчитает по-другому. Мы приехали сюда. Мы приехали на Рапунге, чтобы посмотреть, какая здесь движуха происходит, потому что сегодня же суббота вечер. Сейчас попробуем забуриться в какое-нибудь местечко, может, в какой-нибудь барчик. Барчик, здравствуйте. Мы зашли в рандомное местечко, где должен быть стендап на английском языке с выступлением каких-то комиков в местах. Поэтому я никогда не смотрел стендап на английском языке, тем более, в будущем еще в Японии при этом. Поэтому мне даже интересно. Тебе интересно? Мне интересно. Я соч them депплика. Материем? Да. Кто? 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 Батт-классы, как и в доме, с остальными шинами и пубесами. Мистер Чиви, как вы? Да, да. В Донантрол? В Донантрол. Где ты? Россия. Россия? Да, мы с Турцией. Окей, фок, фок, американцы, я люблю россиян. Да, хорошо. Россия номер один. Я не знаю, что это было. Я не знаю, что это было. Нет, нет. Ты не в Японии даже не находишься. Да, да, ощущение, как будто ты в какой-то Америке. Совершенно другой контингент. Сейчас одна японка голову свернула на Сергея вообще. Да, да, да. И такая ему типа пошли, типа с нами. Мы решили, на самом деле, не поддаваться порогу и разврату здесь, на Рапунге. Решили оставить эту возможность на другой раз и отправились в более приличное место.